Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И я, ребят, хочу вернуться к вчерашнему видеоролику, где Уралочка благодарила за поздравление, где показывала, как она праздновала свой день рождения. И хоть я делала обзор, который назвала предательница, но в принципе так и есть. Это вообще позор, да, устроить пир во время поста, да ещё и с алкоголем. При том, что кричала на стриме, что она мусульманка, и причём, что подружка пяткой в грудь себя тоже била, что она мусульманка, и муж у неё тоже, да, мусульманин. Ну и почему я вдруг заговорила про друзей? Потому что, ребят, я более чем уверена, что они были. Хотя в комментариях у себя я читала, что якобы зиговальщиков не было, но опять же, Уралочка не снимала. Она никого не показывала, только показала своих друзей, потому что она их много раз показывала, и они её показывали. Показала племянницу, которая-то тоже, в принципе, не прочь сниматься. Ну и Абдугани. Больше она никого не показала. Обмолвилась там про какую-то Любу, сказала, что ещё гости будут. Значит, не одна Люба. Я думаю, что зиговальщики как раз-таки тоже были в гостях. Знаете, я зашла на канал Кирки. У Ирки как раз-таки не было вчера видеоролика. Как-то странно, правда? Она замутила стрим. Позавчера она стримила подольше, да, у них же уже по ходу монетизация включена. Ждут, наверное, код, когда придёт в Таджикистан, чтобы оформить на Таджикистан монетизацию. Интересно получится или так же, как у Сафарика нет? И, значит, не было видеоролика и прям такая тишина. И не верю я, ребят, что Ирки, что Уралки, а Боря Боя, как у нас говорят, да, такая же она, как и Уралка. И брехуха, и хамка. Вы посмотрите, как она в комментариях отвечает. Она просто хамит. У неё спросили, почему вы не показываете там свою кухню, там свой стол, там ещё чего-то. Боитесь засветить якобы там, ну, бардак или что. Ответила, что считаем нужным, то и показываем. Понимаете, она даже нормально отвечать зрителям не может. Она ждёт только хвалебных от, анализоблюдство ждёт только, точно так же, как и Уралочка. Уралка, походу, ей дала ЦУ, что и как делать. И это сразу бросается в штыки, да, не умеет она общаться со зрителями. И всё неугодное отправляет в мусор, да, но только там, где гадят на саму Уралочку, там, где гадят на Абдугани, вот это она не отправляет в мусор. Вот это она оставляет, благодарит, скажем так, подруженьку за пиар. И вот они не снимали видеоролик, и дальше, ребят, когда уже Уралочка дома снимала, сидела румяненькая такая, весёленькая. Нет, я не скажу, что она прям там пьянёхонькая была, нет. Ну, видно, такая подшафея с настроенницем на фоне букета цветов, который подарил любимый муж вместе с тортом. А, ну ещё, оказывается, подарок, это было блокхаус. Это тоже, оказывается, подарок женщине, да, женщине на день рождения Уралочки. Это, правда, так смешно, Сафарик ещё и подарил блокхаус и краску дорогую. Ну, а ещё присмотрел душевую кабину, большую. Только Уралочке надо было самой туда залезть, примерить так, влазит или не влазит. А то что-то она туда Абдугани отправила. Такое чувство, что эта душевая кабина не для Уралочки, а именно для Сафарика и Абдугани. Ну, и, короче, вторая часть, это было, да, уже когда Уралка снимала дома, и она была обрезана. Там был резкий обрыв, потому что, я думаю, что зиговальщики просто сидели в комнате. Она же сказала, вот сюда друзья приехали, да, мы пили чай, там ели торт, там у них аж два или сколько было, болтали. И я думаю, как раз-таки это и были друзья-зиговальщики, которые остались у них с ночевой. Но так как они же мусульмане, пост, и как это можно вообще праздновать во время поста. И они понимали, что будут осуждения. Поэтому Сафар и Уралки напомнил, что якобы ты скажи, где я был, где я был. Ты скажи, чтобы только она не забыла об этом сказать, напомнить, потому что он же якобы держит пост. И поэтому видео оборвалось. И я думаю, что просто какой-то там шум был, и Сафарик хорошо всё прослушивал, чтобы мы с вами случайно посторонних звуков не услышали. Это вечер, да, за окошком дети-то не будут кричать. Поэтому там все сидели тихо, мирно, и поэтому обрезали. Видимо, посторонние звуки извлекали из видео. Ребят, я просто не поверю, понимаете, что такие друзьяшки, которые приезжали прямо на каждые выходные, по три дня дрыхли там, один на одном пластами в однокомнатной квартире, жрали, на дачу ездили. И, слушайте, и их не было на днюхе у Уралки. Ну, быть такого не может, да. Но как же им об этом сказать? Они же держат пост. Это же событие главнее, чем день рождения Уралки. Нам же Ирка рассказывала на стриме, что у нас такое событие, когда у неё спросили, какое вы ждёте событие. Вот мы ждём событие такое. Это пост. Приехали на пьянку к Уралке, да ещё, да, и там, где алкоголь, там, где обычные люди, христиане и мусульмане общаются, может, где и матерятся, кто знает, кто знает. Мы же не знаем круг общения Уралочки, как они там себя ведут, как они чё говорят. Мы слышали, как и Сафарик умеет материться, да, и как он высказываться умеет. Поэтому я не удивлюсь, да, что в компании тоже, возможно, такое бывает. Возможно. Так вот, ребят, их поэтому и не показали. Причём вы вспомните, где сначала было сказано, что не будут они там показывать. Сафар сказал, чтобы не было неудобства гостям, не создавать им. Поэтому якобы снимать они не будут. Только по этой причине. Ну, сами понимаете, какие неудобства. Если бы неудобства касались Уралкиных родственников, ну, которых там, в принципе-то, и не было, кроме племянницы, то да. А здесь как раз-таки касалось друзьяшек Сафарика. Ну, это ж его лучший друг Зиговальщик, да. Поэтому Сафар об этом напоминал. И в начале видеоролика, и в конце, да. Сафарика именно напоминал Уралочке, чтобы она сказала, где же он был. Она бы в жизни не вспомнила, где он там был. Она бы ещё и проболталась, если бы он ей не сказал. В принципе, может, где и проболталась, что видео было обрезано. Чё только не бывает у них на канале. Ну, палево в основном, палятся, палятся. Точно так же здесь и с Зиговальщиками, ребят. У этих нет видео на канале, да. А снимают же каждый день, каждый день выкладывают влоги, да. А тут тишина. И уже, считай, вот смотрите, вечер, да, ну, плюс два часа от нас. У нас-то ещё, как бы, не совсем вечер, да. Ну, а у них уже, да, и видеоролика нет. Ну, в принципе, может быть, уже на момент, когда я выложу свой обзор, и появится видеоролик, не знаю. И, возможно, они укажут причину, но причины их могут быть такие же, как и у Уралки. Ну, брехливые, сами понимаете, брехливые. Я понимаю, если бы это было суббота-воскресенье, да, и у них там не выходили видеоролики, там поехали маму Иркину навестить, или там кому-то из родственников в гости поехали. Ну, да, можно намудрить что угодно. Тут, получается, что понедельник. Ну, в принципе, опять же, можно сказать, куда, это же рабочий день. Ну, что, приехали, отпраздновались, завалились спать, ранним утречком уехали. Ну, я, насколько понимаю, там Исраил тоже как-то непонятно работает, возможно, по сменам, потому что иногда его Ирка показывает, ну, в принципе, в рабочее время. Так что, ребят, я думаю, скрывали они друзьяшек из Екатеринбурга. Они, в принципе-то, их и спалили. Да и Сафар сам спалился, из-за того, что напоминал Уралки, скажи это, скажи то, не будем создавать, значит, людям дискомфорт, якобы не будем показывать. Не Уралка об этом думала, а думал об этом Сафарик, потому что он был в ожидании своих гостей, да, именно своих гостей. Интересно, почему именно эта большая креветка? Чего она их так манит? Неужели там такое вкусное пиво, хотя на столе стояло вино, не знаю, что они там нашли? Есть много приличных заведений в Ревде. Ну, может быть, это просто самое дешевое, поэтому решили туда пойти. Людей-то было многовато, да. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение, но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok